И снова здравствуйте, всем привет! Итак, с Халком я пока разбираюсь. Уже рука перекручивается, бицепс переходит короче кверху, всё, рука адекватно работает. Но нужно теперь разобраться именно с широчайшей мышцей. Я вот ещё посижу, потом уже ролик сниму, как это дело всё выкручивается. Там дополнительный констрейн ставлю. Так, а пока значит в этом ролике Джокер. Сделаем болванку и потом, я думаю, сделаю персонажа. Так, ну о чём будем болтать? Ну давайте немножко об альтернативной такой истории. Я вам кое-что покажу, расскажу. И значит, о чём ещё можно поговорить? Ну расскажу историю какую-нибудь прикольную, которая со мной была. Итак, может быть ещё что-нибудь в голову залезет. Ну погнали! Так, сначала, как обычно, загружаем болванку, чтобы не маяться. Так, опять я нажал не туда. Импортируем. Mail Plants, это The Brush болванка. Вот с ней будем работать. Детализацию я ставлю сюда где-то на середину. Так, что ещё можно сделать? Ну и подгрузить реф нашего вот этого героя, то бишь актёра. Так, вот этот реф. Окей. Вот с этим делом будем сейчас работать. Ну и, конечно, альтернативная история, с которой я очень согласен, кстати. Так, кисточка Flatten. Ну и объяснять, наверное, не буду, как же это дело делается. Уже много роликов по этой теме. Итак, давайте насчёт поговорим альтернативной истории. Кстати, я с ней очень согласен. Не во всём, конечно, но в большей части такое, что есть такие, сказать, правильные вещи, которые они говорят. То, что нам в истории преподавали в школе. Я её никогда, историю не мог понять. Зачем, допустим, Наполеон на нас напал? Я, по-моему, об этом уже говорил. Ну вот сейчас чуть поподробнее. Гитлер тоже сунулся. Тоже, казалось бы, чё, нельзя договориться, да? Там какие-то дела. Мир большой, что вы тут паритесь, типа, да? А нет, это тут нужно было войну создать. Это я уже через сколько лет потом уже стал понимать, что война была нужна чисто, чтобы уничтожить население, перетасовать его. Ну, плюс альтернативщики мне это всё дело подтвердили. И вот до сих пор я не могу показывать за Ленинград, за блокаду. И вроде бы говорят правильно, но что-то там не стыкуется в моей голове. Там что-то посерьёзней. Видел ролик, что значит Ленинград очищали несколько раз от населения. Правда это неправда. Не знаю, возможно. Всё может быть. Тем более революция была. Революцию сделали. Если что-то в мире делается, как вот сейчас, что происходит в 90-е годы, это не просто так. Это уже значит планированное. Это пусть люди думают, что там дураки сидят. Нет, там далеко не дураки. Там далеко не дураки. Дурак туда не попадёт. Это там люди, игроки. Которые реально играют в такие игры, которые нормальному человеку не дали бы спать. Или сбрендил бы он во сне, может быть. Или какую-нибудь болячку заработал психическую. Ну, нельзя воровать и быть спокойным, по сути своей. Это надо воровать деньги. Или зная, что тебе за это точно ничего не будет. Ну, или просто воровать, потому что ты ничего не боишься. Ну, посадят, посадят. Зато сейчас, пожалуй. Не знаю, тут тоже много у меня вопросов. Кто эти люди, насколько они бесстрашные. Это тоже отдельная история. И хотел бы я рассказать вам, вот за что. Что земля наша правда. Вот я фотографии смотрел старые. Их очень мало нашего города. Ну, кстати, очень много фотографий, которые говорят о том, что здесь был большой город у нас. Это и церкви. Не будет строить... Ну, это не церковь, конечно. Это электростанции какие-нибудь. Какая-нибудь технология. Просто, ну, церковь смысла нету строить так качественно, такими проработками, чтобы люди просто пришли в акустику покричать, что-то там помолиться. Это или электростанция, я согласен с этим. У нас, кстати, было, как говорят, четыре церкви, плюс еще часовинки, три штуки или две точно, бабуля говорила. Одна церковь у нас стояла, значит, в центре. Одна вот у нас здесь на улице, видать, на наш район работала электростанция. Ну, и одна еще там тоже в центре. И одна, где сельхозбанк. Это получается, да, уже четыре на город. Вот такая штука. Кто-то говорит, это метро. Тоже не исключено. Я верю, что есть люди, которые зачищают что-то, информацию. Для этого, возможно, и нужны вот эти, как их называют, археологи. И вся вот эта вот суета, которые что-то копают. Они копают, у них есть карты, видать. Они знают, где копать. И что копать, и что ищут. Ну, а если кто-то захочет без них покопать, то, пардоньте, парни, статья уголовная или еще что-нибудь, там, административная. Вот такая штука. Кто-то говорит, у нас здесь... Ну, кстати, мостов у нас старинных было много. Вот я вам показываю фото. И таких мостов очень много было. Они поразвалились. На один кировец заехал при мне. Я еще мелкий был, шел. Он как раз хотел сократить путь, видать. Но он не рассчитан был на это дело. И как раз вместе с кировцем ушел в речку. Так, что еще хотелось бы рассказать. За деревья, кстати. Вот я вам расскажу за деревья. Говорят, что деревья были очень большие, а горы это типа пни. Я, возможно, столашусь. Вот. Сейчас я вам покажу. Оторвусь немножко. Ставлю ролик. Вот это мой тутовник. Он, конечно, не передает всю вот эту масштаб. Это вот мощь, так сказать. Диаметр ствола у него 3 с лишним метра. Ну, не 3 с половиной. 3,25. Вот так вот где-то. Ну, если точно там замерять. Ну, 3,15. Ладно. Как замеры производить. Это вот информацию читал в интернете. Короче, где-то полтора метра от низа, от земли отпускаете, проходите и верхушку меряете. Ну, верхушка, так как вот вы видите, что там она разветвляется. Это было видно 3 ветки рядом шли, потом они срослись как-то. И вот образовали вот такое вот действо. Ну, и что тут еще? Значит, 3 метра. Как вот они говорят по диаметру ствола мерить. Вот 3 метра. Ну, средняя. Выбираем диаметр. Ну, пусть 120 сантиметров будет диаметр. Да? Не пополам даже. Давайте, ну, возьмем метр 10. Вот. Он так где-то и выходит. И вот метр 10 делим, значит, на среднюю. Ну, рекомендуют, допустим, сосна на 0,2. Прироста. Это вот кольца вот эти, которые идут на 0,2 миллиметра. Ну, я взял, ладно, на 0,9. Пускай сантиметр у тутовника прирост идет именно за год. Вот год это сантиметр, допустим. Ну, и немножко я вам покажу колькулятор. Итак, если у нас диаметр 110 сантиметров, это вот так-то 3 метра в обхвате. А так, ну, пускай 110 сантиметров будет. По самому минимуму, даже не пополам, не 150 сантиметров, метр 10. Ну, по чесноку, да? И это дело делим на, как они говорят, на 0,2. Говно. 550 лет этому дереву. Ладно, уменьшим еще это. Значит, пускай будет не 110. Давайте по чесноку это метр. Так, это возьмем... Так, ну, давайте метр еще 10 сантиметров. И теперь делим все это дело, как они говорят, на 0,2 миллиметра прироста. 500 лет дереву. Ну, но не может такое быть, да? Фу, ё, куда ж? Ну, я беру по чесноку. Давайте возьмем по чесноку. И раз это тутовник, ну, прибавим, ну, ладно. 0,9 сантиметров в год он пускай растет, чего нет, кстати. Равно 111 лет. Это вот дерево. Ну, этого быть не может, поскольку, потому что у меня дед по нему лазил. Я с детства провел, мать моя по нему уже лазила. И вот мне уже 41, получается, вот сколько? 41 год вот ему есть. Моему деду уже было 90. Ну, пускай он в 10 лет по нему лазил, но он, говорит, он таким же и был. Помоложе может, ветки другие. Тут, кстати, он отпиливается. Вот при моем детстве ветки были в одну сторону, высыхали, отпиливались. Вот сейчас вот здесь я отпилил. Вот вы видите. Ну, если мы сейчас возьмем, возьмем, допустим, прирост 0,5. 5 миллиметров, я думаю, нормально, да? 200 лет дереву это минимум. Это получается сейчас 2021 год. Это получается дерево 1721 года. Ну, даже если по чесноку, я не знаю, ну, ну, даже если ему, черт, если он даже 1845 года, согласитесь, тоже срок. Ну, это уже получается, опять же, даже 1850, это получается уже 150, 160, 170 лет. Это все равно уже 200 лет ему должно быть. А так, ну, может, ну, пусть 180, но 200 точно ему это. И по кольцам посчитать можно стволу в обхвате. Вот этот срез, вот этот, что я отпилил ветку, чтобы облегчить его. Там махина такая, вы не представляете, это метр, только вот этот ствол. И вот ему получается уже, только этому срезу я насчитал 70 лет. Потому что я по нему еще ползал, он таким и был, я туда до вверх раз долазил, и он был толстый. Это получается, вот этому срезу только 90 лет. Я даже готов поверить, что ему 250, ну, это чтобы проверить или на выпилку взять. Ну, именно такое сверло прокручивается до центра, вытаскивается, и в нем такая капсула выпиленная. И кольца считаются. Или срезку делаете, ну, там надо шлифануть, потому что многие кольца не видно. Надо высушить, шлифануть и только тогда считать. Тогда будет виднее. Ну, вот что касается, значит, альтернативной истории. Ну, мы здесь коренные. Здесь история пропорционного. Я вам рассказал, что тут было. Это шиздец. Тут и чеченцы, и ингуши, и казахи, и кабардинцы. Тут очень много народностей, а здесь были степи. И вот на эту территорию, видать, какая-то катастрофа была. И, значит, вот эти степи потом или высохли, или что-то произошло в этих степях, короче. Что все начали претендовать. В основном Турция, еще другие там народности. Они здесь пасли скот. Ну, а потом, видно, пришло время делить. Это, кстати, Северный Кавказ. Северный Кавказ. Ставропольский край. Вон еще сюда Иоанн Грозный пытался обжить эти земли. Потом Петр Первый. Ну, недолго там, не успел. Ну, а потом Александр Николаевский. Ну, уже при Николае, по-моему, Первом. Тут вот уже все это дело, мал-мал, устаканилось. Ну, а жители сюда накидывали, сюда приезжали, убегали. Тут резня шла, потому что приезжали поселенцы. Ставили, значит, дома. Начинали вести хозяйство. Тут налеты делали кабардинцы. Потом еще там разные народности. Также многое нам не рассказывают. Вот история истории, конечно. Но много интересного узнаешь уже в процессе, когда начинаешь интересоваться. Искать какие-то источники, книги. Желательно старые книги. Там более-менее. Там тоже есть, конечно, уже отредактированная часть. Ну, все по-честному. Там более-менее, кстати. Более-менее там все по-честному. Ну, и вот здесь шли войны за вот эту землю. Одну информацию я давно... Она пока у меня... Ну, как информация-то есть. Но она чуть-чуть почему-то... Не могу я ее найти в интернете. Было ли правда такое, что землю здесь хотели отдать русским туркам? Но так как затянулись вот эти документы, переход вот этот, значит, вступление во владение или как-то... То наш царь быстрее-быстрее сюда поселенцев прислал. Это одни источники. Вроде бы такого я не нахожу, я не знаю, откуда я это слышал. Давно что-то в памяти вот это крутится. Ну, вот губернские, если взять, читать вот эти памятные книги губерний. Они есть в разных губернии. Вы поищите за свою. Там написано, кто предприниматель, что там, кто чем занимается, кто в это время царь, кто еще там в правительстве и в других местах, значит. Тоже интересная штука. И, короче, там многого, так сказать, тоже проблематично узнать, найти. Ну, там более-менее написаны, значит, факты восстания, кто пытался, куда пытался, зачем пытался. То, что тут объединялись чеченцы, кабардинцы, и они дошли аж за Ставрополь, туда аж дальше. Большое войско было собрано, чтобы, короче, отвоевать этот Ставропольский край. Большая бойня была, как пишут. Восстал там хан, там имена у них, конечно. Ну, все, и не запомнишь, интересные такие имена у них, национальные. Ну, вот они собрались всеми племенами, и было тут такое вот историческое событие, что они за Ставрополь, туда, там, как он назывался, город Христа, и ушли туда вот дальше, потом выслали сюда войска на Ставрополье, 400 тысяч, по-моему, и еще с какого-то региона, это, короче, с под Ростово оттуда. Выслали войска, и тут, короче, все это дело разрулили. Ну, и еще, кто Пушкин узнает, читал, или за Пушкина хотя бы узнавал, вы знаете, что он с Северного Кавказа долго не вылазил. Вопрос, чем он тут занимался, конечно. Вот тоже Пушкин, Лермонтов тут воевали. Такое чувство, что здесь только и делали, что воевали. Ну, еще с турками война была, и тут же все это дело одно за одним. Вот такие пироги, короче. Все так не перескажешь, там названия такие. Там только читать, что если у вас есть в городе, ну, если город давно существует, у вас должны быть именно городские вот эти старые летописи, не летописи, а как, ну, для информации, записи вот эти вот по годам. Что происходило в том году, в этом году, вот так. Ну, еще за что хотелось бы сказать, конечно, что прадедок у меня занимался перевозками. Паспортов-то раньше, говорят, не было, хотя, может, и были, не знаю. Ну, выдавать, как сказали, выдавала уже советская власть, и в интернете есть документы, именно вот эти первые паспорта, потом, как они менялись, там можно тоже все это дело посмотреть. Ну, и паспорт, который уже дошел, советский паспорт, вот красный, который дошел уже до нас. Ну, а сейчас российские, конечно, сейчас опять, говорят, будут менять паспорта. И вот всех писали как, ага, поповшим, будете попову, скорняки, ну, обувь, которую шили, будете скорняковые. Перевозками занимаешься, ага, будешь перевозчиков. А когда спрашиваешь, а на чем возили-то? Так и что, на буйволах? Ну, ладно, на буйволах, на буйволах. А когда ж на буйволах возить, это ж надо, во-первых, расстояния большие до этих карьеров, если ты, допустим, камень возишь. Если ты, допустим, еще там, не знаю, корма какие-то перевозишь, это тоже с неближний путь. Если ты поехал за кормом дня на три, на четыре, допустим, пока выгрузишься, пока там еще что-то. Ну, а буйволов, ладно, летом. Кстати, у нас речка называется Мокрая Буйвола. Да, много буйволов было. Ну, опять же, читаешь летописи, тут всего было. Тут живности всякой было. И буйволы, и лошади дикие. И чуть ли не как в Австралии собаки Динго. Короче, и всего было много. Здесь было, короче, всего много. И вот альтернативщики в плане этого, они молодцы. У нас тут есть тоже здания, тоже засыпанные. Тоже фундаменты, подвалы какие тут. Вот я лично был вот в этих подвалах во многих. Ну, где по работе, где просто как-то, не знаю, везло, наверное. Как-то оказывался, там-то, там-то. В церкви вот был в подвалах. Я вам скажу, снаружи смотришь в вентиляционную вот эти шахты. Там же вентиляция. Там глубина, мама не горлуй. Зачем? Ну, конечно, такого же строения, это ж не будет там на полуштыка-то. Конечно, это понятно-то. Короче, там это надо видеть. Ну, опять же, постройки. Постройки у нас есть типовые, старинные, там, камень. А чем точили, спрашивают. А ты что? Вручную. Чуть ли не трубой. Смотришь. Ну, вот после 3D, после всех вот этих глаз уже по-другому все воспринимает. И смотришь, а там-то станок. И прям, походу, ЧПУ. Вот так вот. И даты, главное, даты. Есть вот эти в камнях. Остались там цифрой. И главное, сбитой. Написано, единица стоит, а три цифры сбито. Взбивайте тогда, прям видно, что сбито. Взбивайте тогда уже, да? Полностью. Уберите, затрите, наждачкой там, чтобы вопросов не создавать. Ну, получается, значит, тех, кто это дело делал, значит, они специально оставляли как бы подсказки. Не знаю, кто там были. Прадеды чьи-то. Чтобы внукам или правнукам, ну, какая-то. Вот вдруг, ну, то, что произошло там, наверное, в те времена, может быть, запрещалось об этом говорить. То ссылки. Вот советская власть там очень много тоже старики нам не рассказывали. Зачем рассказывать? Правда, что если внук болтанет что-нибудь в школе этакое, а потом придут, возьмут и семью куда-нибудь вышлют. Это хорошо вышлют, если не расстреляют где-нибудь по пути. Ну, вот такие вот еще информации. Но еще много информации, которая находится именно в книгах. В книгах очень много информации. Сейчас-то никто не читает, поэтому сам Бог велел книги переписывать, подделывать как-то. Вот так вот. Включил я вентилятор. Компьютер что-то греется. Жарковато у нас. А то не успею смонтировать. Болтает это в пустую. И работа пропадет. Сейчас сюда чуть-чуть. Ну и ноздри у него большие. Вот. Вообще молодцы вот эти альтернативщики. Копаются, находят. Как бы вот это все дело, конечно, вот эта власть не прикрыла. Ну, кому надо. Бегают, да. Историю столько лет подделывали, писали, писали. А тут на тебе, пожалуйста. Они ходят и все опровергают. То парусного флота у них не было, то пушки не стреляли. Но они, правда, не стреляли. Ну, представьте, вот. Ну, какими надо быть дебилами, да. Чтобы тащить вот эту шнягу. Многих увидели, что даже нету, как ее называют, колес. Как они это все дело, значит, перевозили. Да ладно пушку, ладно. Хер с ним. Погрузили, перевезли. Мужичков до хера. Собрали все. Закидали. Установили. Палки прибили. Ну, а снарядов. Вот сколько нужно привезти этих колесиков, чтобы эти колесики хватило на весь бой. Опять же, сколько мешков пороха. Где этот порох надо хранить подальше. А то, представьте, ну, это же за порохом бегать надо куда-то. Порох надо отдельно как хранить, охранять, чтобы в то место, где все это склады. Никто из врагов не кинул ни шашку, ничего. Ну, это тупость. Опять же, корабли. Вот крейсер Аврора, да? Ну, согласитесь, что парусник взять, как нам говорят, вот под парусом ходили. А чтобы парусник сделать, опять же, нужны станки ЧПУ. Каждая деталь, там же сколько деталей. Это ж не просто топором их вот это выковать. С этим делом я тоже согласен. Тут лодку еще ладно, можно как-то там выклевать, выжить, по-простенькому сделать. Ну, корабль одну мачту закрепить, это ж пираты, пираты, они бухали, ром там, вообще романтика. Вы видели высоту мачта, как вот я смотрел, мужчин, может тоже, забыл, как у него канал называется, если найду, кинул ссылку в описании. Он говорит, вы видали высоту мачты, а дофига вы там пьяный в шторм соберете паруса. Да нет, конечно, но он прав. Там такая болтанка, а ты пьяный, ну, ни один капитан, да ни один работодатель не будет тебя наливать на работе. Зачем ты ему пьяный, это ж бунты, это непонимание, это скандалы, это драки. А драка, если произошла, это уже кто-то зуб тебя может быть имеет. А раз на тебя имеет зуб, то это уже могут и прирезать, ночью выкинуть. Опять же, никто не будет ругаться. Ругаться никто не будет. Это вот как боевые действия тоже, когда начинаются. Если что-то было там у кого-то между, в части там, да, то уже там совсем другая штука. Они вместе едят, друг друга никто не притесняет, не показывает. Просто страх. Ты сейчас на него наехал, а он тебе пулю в спину при любом возможном раскладе. Вот так вот. Так и тут тоже. На кораблях плавают, горят, шитец, бухают там вообще. А вы видели, когда если пушка по-хорошему стрельнет, значит, в корпус любого. Если опытный канонир, он положит корабль одним выстрелом. Потому что что там ложить-то? Ниже ватерлинии малейшая там трещина, они уже ну заделают ее, ну будет течь. Ну возможно до какого-то острова дотянутся. Возможно. Ну как ты его... Представляете, корпус поврежден. Ну как ты, выпилишь доски и тут какую-нибудь веточку вставишь. Ну тоже чушь и пресветная. Стали на ремонт у острова какого-то и пошли искать новую мачту. Да, ну, ну а фильм конечно прикольный. Вот Пираты Карибского моря прикольный фильм. Смотрится нормально. Пойдет. то бишь можно посмотреть. Ну и все. Если какие-то вопросы у вас есть, смотрите альтернативную историю. Ну возможно не найдете ответ на ваши именно вопрос. кстати, сейчас по-моему они уже альтернативщики, но все темы пораскрыли. И кто Аляску, и как Аляску там продали, не продали. Ну если у вас бессонница, тоже смотрите альтернативную историю. Под нее классно спать. Как РЕН-ТВ. Особенно есть такие авторы, у которых голос приятный. И вот он начинает рассказывать и проникаешься прям вот этим как сказать духом альтернативщиков и засыпаешь. Классно. Это классно. у него нос по-моему побольше. Так, здесь переносится чуть-чуть. Так, клуба есть и вот эти части я хочу еще как бы сдернуть кверху. Вот. Вот эту часть теперь по-другому вот сюда по-другому так, скулы, скулы. Давайте еще что-нибудь расскажу за собачку. За собачек любить меня. Устроился как-то на работу и ходил на предприятие встраиваться. короче, так, я, короче, пошел на предприятие устраиваться. О-ка, начнем с этого. Ну, и прихожу, а там собак. Ля, одна больше другой. Думаю, что ты как, а тут рабочие пришли, провели меня нормально, устроился на работу. там, конечно, меня обманули потом, но это не суть вопроса. Постопачек все-таки. И получается, значит, я говорю, ты, а как я на работу приду, вас не будет, они же меня не пустят. Но если я на тебя буду какой-то трасс бежать, кричи беляш. Ну, ладно, беляш так беляш. Кто такой беляш, почему беляш? Ну, ладно. Ну, и на следующий день прихожу на работу, они открываю калитку, а они бегут на меня, вот, прикиньте. Там такие собачки были, не детские. И, значит, я что делать, думаю, Йохан и Валет беляш. Кричу беляш, беляш, беляш. И выходит, вы не поверите, такой средненький, такой махонький, не то, что махонький, ну, дворняшка, ну, как, среднестатистическая, о, страшный такой, как, голос на морде в разные стороны торчит, такой белосерый, по-моему, может, есть еще, навряд ли, наверное, по-моему, проделить. Так, и получается, что я ему, значит, кричу, беляш, беляш, он подходит, и меня ведет к конторе. Собаки эти большие уходят. Наверное, по первенству, может быть, он там первый был, а этих потом привезли, видно, может, потом приблудились, или, может, специально их завели, чтобы территорию охранять. Ну, короче, слушались вот эти почему-то его. Ну, тем, кто не верит, еще расскажу дальше, что было. работал я там и, значит, выкопали яму, с водой что-то там произошло, ну, и беляш туда угодил. Ну, пара пацанов уже переоделись, а я на работу ходил в рабочей одежде, я жил там рядом, и полез, значит, надо достать. Ну, полез, его достал. А дело-то происходило на промзоне, и вот я его, когда достал, уже домой идти, и вот они за мной, представляете, две по одной стороне большие собаки, беляш впереди, я им говорю, ты иди, иди, от седа уже, а потом, когда они ушли, довели меня, короче, до поворота, добрый провели меня, там, ну, там еще собаки, и вот они меня туда довели, я потом шел, думал, блин, я сразу не понял, это вот как в благодарность, я его достал, этот что-то там кому-то кивнул, или эти сами поняли, и говорит, надо его проводить, чтобы его никто не тронул, типа, отблагодарить, вот и верьте, вот вам и собаки, вот вам и собаки, вот вам вот такая вот история, так, вот здесь череп большая, большая вот такие истории есть, у меня их еще много, припасу на следующие ролики, а то болтануть нечего будет, вот такая штука, вот так, здесь вот значит черепную коробку можно поднять, здесь за ушами чуть-чуть увести, вот так, а вот здесь вот череп, если вы потрогаете, вот здесь получается здесь вот такая вот, как бы шишка вот такая, вот, а здесь чуть-чуть впадина, ну, такая вот такая тут штукенция, так, здесь две мышцы, более-менее ровные, так, череп, вот этот, значит, эта болванка, она этого забрас, повторюсь, и увидите, что, когда вы лепите лицо, что вот эта вот часть череп чуть-чуть, ну, как большеватый, значит, нужно чуть-чуть приплюснуть, чтобы, ну, вот так он уже более-менее в размеры входит, ну, опять же, нужно немножко, вот здесь виски прижать, а вот здесь затылок, он чуть-чуть у всех шире, получается, вот, как капли, капли идет, вот этот наш череп, ну, а тут уже форма черепа зависит от чего, это значит, у кого как зубы выходят прикус, какой точнее, так, опять же, посадка глаз, вот такие дела, так, глаза, глаза, вот эти надо раскрыть, я хочу сделать побольше, это слишком мелкий, это он пожмурится, но так как я буду потом глаза вставлять и там еще чуть-чуть выборки делать, и вот он, видите, полными глазами смотрит, так что здесь нужно их чуть-чуть, наверное, побольше сделать, так, еще корректируем вот эти части, я потом еще кисточкой, конечно, подкорректирую в этом the brush, почему, потому что здесь вид один, вот, скупе с альфа-6, это классная программа, кстати, для тренировок всем рекомендую, не лезьте сразу, допустим, в блендер, там все куда-то, но если вы по скульпту, конечно, если по моделированию, там, или текстуре, там, ну, конечно, сразу давайте туда, так, раз, так, и вот эти части, вот тут эти части, где нос, я хочу еще немножко больше поджать, вот эту часть, где нос, так, нос, нос, нос у него интересный, здесь вот еще нужно такую складочку сделать, и вот здесь вот накид, ну, опять же, работать скуптой с альфа-6, кто смотрит ролики, надо под, под разными углами, тогда модель получается получше, вот допустим, если вы нос делаете, переворачиваете, вот так вот, если вам нужно выгладить нос, ставьте под углом, смотрите на эту на сблю, если симметрию делаете, вот так вот, ну, и вот, вот такие вот углы выбирайте, так, что там еще с носом, так, здесь вот, чуть-чуть потоньше, здесь чуть-чуть его, ага, так, это, так, посадка нормальная, но только вот здесь вот нужно, угу, поднакидать массы, так, и чуть-чуть, результ, побольше, вот это вот, ага, падину побольше, он, вообще, худощавый, такой, голодный, дядька, так, ну, здесь вот, делаем дополнительный, так, это уже на бисклее, просто полосу так проведем, здесь еще должна вот такая вот, быть полоса, вот, отделяем ее резкой, и значит, что здесь вот у него уходит сюда, штукенция вот эта, а эту через shift выглаживаем, ну, вот окружность вроде глаз нормальная, так, что еще тут, ну, здесь вот можно тоже вот эту часть выводить, и поднакидать немножко склеем, так, кисточку поменьше, вот тут вот так вот, как будто она нависает, а чтобы она и правда нависала, смотри, под углом ставим, кисточку тоже поменьше, вот это выглаживание, и вот так вот ее, мы усолим, вводим, вот так, и она должна, вы видите, вглубь уходит вот эта вот штука, и чуть-чуть ее доработать, вот так, а здесь значит провести еще вегл, вот так, и опять же, флатином, вот видите, вегл уже не соответствует, его нужно вытягивать, ну, и опять же, флатином делаем корректировку углубления, чтобы вот это, флатином сделал в стенке задней подрезку, вот этой, и теперь, грабом вытаскиваем вот это вегл вперед, так, 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 а посадка у него, вот здесь, очень глубокая, вот здесь, нос у него большой, и снизу острый, вот тут, вот так, вот так, ну да, так, вот эту часть подводим виски чуть-чуть можно вытащить губа если подкраситься так вот здесь вот можно еще тоже в ватном пройти чтобы ее дооформить ну и вот эту верхнюю тоже чтобы она красивее смотрелась на потом можно его тут порастягивать там что-нибудь этакое сделать и получится и получится у нас стилизованный персонаж возможно или реалистичный ну а вот первый раз его делаю посмотрим что получится так здесь тоже в глазу это рот а здесь значит нарезаем подальше вот этот сюда о чем тут слабо режет так а это чуть-чуть волной о и здесь вот ну вот 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 Продолжение следует... 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 Так, наверное, так, где она тут? Вот так. Так, а тут выходит что-то, чуть-чуть мятина и получается, так, задняя часть, вот эта, она должна быть ровная. Так, вот раз. Тут картинка еще немножко искажена. Вот, если что, можно будет ее вот так вот уже растягивать, тут побольше делать. Эту часть. Так-то худющий должен быть. Так, виски есть, вроде бы все нормально. В глине-то он по одному выглядит, а если вот материал другой меняет, то уже вот в этом материале вообще лепить невозможно. Это так, если вот этот еще можно, но глаза от него болят. Так что рекомендую просто лепить ее в красной глине. Ну, есть там красная глина, разные оттенки. Можно все это дело скачать. Сделать ролики у меня есть, как все это делать, скульпты со форшистой делать. Так, ну и чуть-чуть на лоб чуть побольше. Так, затылок. Ну, вот такая заготовка пока. Все, всем пока. До свидания.